Шанти-шанти-реф. Сумочка Татанка Фани Бэк. Я не знаю, что в ней Фани. Материал Текстрим. Это такой, типа, поле Оксфорда. Такой мягонький-мягонький, как жопа младенца. Сумочка очень приятная. У меня есть сумка из этой серии, другая немножко. Есть у еще сотрудника. Сотрудник очень доволен. Выиграл, кстати, у нас на Уксоне, когда еще не был сотрудником. Значит, сразу бросается в глаза, есть за что ее подвесить. Это грамотно. Также видно, что по бокам есть кармашки. Кармашки а-ля под мелочь, а-ля под ключи. Скажем, когда гуляю с собакой, я вот похожий боковой карман как раз в один ключик кладу, в другой пакетики для собаки. Это очень удобно. Центральный передний карман. Можно здесь хвататься. Будет хвататься чуть-чуть легче. Пробуем, влезет ли сюда у нас телефон. Да, айфон влезает. Места еще достаточно много. Влезет еще, наверное, кошелек. Вот. И центральное отделение. Фурнитура вся достаточно приличная. Ухватки достаточно удобные. Черно-голубой цвет смотрится, в принципе, хороша. И, что интересно, сюда, в общем-то, с некоторым небольшим усилием влезает iPad mini. Что у нас периодически спрашивают. Ну, наверное, для постоянного ношения не годится. Сюда влез, кстати. А, вот так вот. Не годится. О чем меня можно спросить? Да не о чем тебя нельзя спросить. Тупая эта Siri. Дурацкая. Вот. Ну, какой-то большой телефон. Вполне можно запихать. Бирочка. Вроде бы даже, как он сделан в Германии. Про это нам все говорят. Типа, все германское, все круто. Теперь по поводу фиксации. Здесь достаточно жесткая фурнитура на любителя. И вот эта вот штука, с одной стороны, вроде бы, типа, она позволяет отрегулировать. Сюда все запихать. Типа, 8 дыр. Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, меня, на самом деле, вот эта система на моей сумке бесит. Ношу ее то я, то носит девочка. Соответственно, мы периодически регулируемся. Вот эта штука вот так вот болтается за спиной. Мне это не нравится. Вот я не хотел брать для премьера, но ладно, там висит сумочки питерского производства. Напомню, как их зовут, помнишь? Да, Lincoln BX. Вот у них система другая. Кстати, у сплава иногда тоже. У них с одной стороны фурнитура, с другой стороны стропа. Соответственно, проще с одной стороны зафиксироваться. Стропу вот так вот выглядит. Тык-тык-тык-тык. Здесь у нас все один раз настраивается. И, в общем-то, да не надо. Ну, да, ладно, да. Понятно, что это не татанка здесь. Материалы некоторые получше, кстати. Вот такая штука мне нравится больше. Здесь у нас двухщелевочка. Ее надо только подстроить. Вот мы один раз поставим, видите, ничего не болтается. Просто снимается, просто надевается. Здесь у нас, к сожалению, болтается. Вот эта система, на мой взгляд, лучше. Почему не используется, не совсем понятно. Пробуем надеть. Вот так оно выглядит на человеке в 100 с лишним килограммов. В принципе, я считаю, неплохо. Можно сбоку носить. Вещь хорошая, прослужит достаточно долго, стильно. Бренд. Поэтому рекомендуется к покупке. Ну, вот эта тоже рекомендуется к покупке. Это сильно более функционально. Есть модели побольше, поменьше. Но на текущий момент остались вот такие вот. Остальных ждем. Если есть пожелания, комментарии, предложения, пишите в комментариях. Спасибо.